В том месте, где сейчас находится Академическая галерея города Пятигорск, когда-то находился Елизаветинский источник. И все курортное общество приходило сюда новости послушать, воды попить, ну и, конечно, развлечься. С той же целью можно приходить сюда и сейчас в музей насекомых. И если вы увлекаетесь коллекционированием, то вам придется по душе поход сюда. Музей насекомых. Не думал, что такое вообще бывает. А тут оказывается обширная коллекция бабочек и других насекомых со всего мира, а также интересная коллекция живых экспонатов. И все в одном месте. Так, для показа живых бабочек в музее есть небольшая оранжерея с красивыми растениями и соответствующим климатом. Но пока сезон для бабочек не наступил, оранжерею занимают амадины, которые не очень-то отвлекаются на присутствующих гостей и постоянно занимаются своими очень важными делами. А вот для хранения уникальной коллекции неживых бабочек соблюдается особый температурный и световой режим, поэтому пространство музея окутано полумраком, а свет включается автоматически, когда к стенду подходят посетители. На стендах можно увидеть птицекрылок, хвостоносцев, коллига, морфа и донаид. Множество экспонатов не позволяет назвать всех. Среди интереснейших – самые крупные в мире дневная и ночная бабочки. Кстати, выставка музея насекомых крупнейшая на Северном Кавказе. Это заметно в широкой географии представленных видов. Это и Южная Америка, и Индонезия, Африка, и Юго-Восточная Азия. В этой коллекции бабочкам Северного Кавказа отведен целый отдельный стенд. В экспозиции музея можно увидеть и живых пауков. Это самые большие пауки на нашей планете. А самое удивительное, что птицы едами они названы из-за размеров. Ни на птиц, ни на их яйца пауки не охотятся. Чем не экспонат для домашней коллекции? Содержать пауков очень просто. По одному в небольших аквариумах, паучарниках. На дно насыпают влажный торф или очищенный мох, и дом готов. Пауки не кричат, не стучат в стекло. Им вполне подходит комнатная температура, а кормить их можно любыми насекомыми с мягкими покровными тканями. Как говорят сотрудники музея, очень хорошо, если у вас дома есть тараканы. Тогда вам не придется думать о том, чем накормить это замечательное животное. Если же их все-таки нет, запомните, пауки очень любят сверчков. Также жучками, личинками и сверчками кормят и других обитателей выставки. О каждом из экспонатов увлеченно и интересно рассказывает основатель музея Валентин Владимирович Тихонов. А у меня в первую очередь возникли вопросы о живых экспонатах. Сколько времени ушло на то, чтобы собрать такую коллекцию? Трудно сказать сразу, сколько времени, потому что в этой коллекции не только мои сборы, но и других коллекционеров. И с самой старой коллекционной сборой им уже больше ста лет. Одно дело коллекцию собрать, и совсем другое – сохранить. Проблематично совместить живые и неживые экспонаты. Две проблемы решили, и в принципе они совершенно разнонаправлены. С одной стороны, нужно для животных влажность, температура, еда, биологическая среда. И с другой стороны, для коллекции нужно сухой воздух, неяркое освещение. Ну, в принципе, мы это решили, поместив коллекцию в стенды, герметично их закупорили и сделали неяркое освещение из прожекторов. И, конечно, кормление – увлекательный и интересный процесс, который зачастую доверяют посетителям музея. Для животных разводим сами кормежку сверчков, тараканчиков, личинок жуков, азофобосы и мучные хрущи подходят для этих целей. Ну, и используем в диких насекомых, тех же кузнечиков, мух. Придя сюда, вы увидите и другие живые экспонаты, например, хамелеонов. Один из них с большим удовольствием позировал перед камерой, показывая свои неординарные способности. А также древесных лягушек, неторопливых и очень холодных, черепах, разных ящериц, бородатую агаму, которую можно завести даже начинающему террариумисту. А гирлянда, которую мы увидели в его жилище, оказывается не для встречи Нового года, а для обогрева. Во время съемки синеязыкий сцинк активно интересовался происходящим. Он постоянно занят обследованием террариума в поисках еды. Любимый корм у него – улитки. Однако сцинки едят все, что могут победить, включая разнообразных насекомых. Здесь он один из популярнейших экспонатов. Ну а если кто-то захочет сфотографироваться, это можно? Мы даем такую возможность почти со всеми животными, которые не слишком опасны. Некоторые животные просто, когда с ними фотографируют, могут пописать на посетителей. Поэтому с некоторыми нужно фотографироваться аккуратнее. И, конечно, здесь вы узнаете много нового. Зачастую того, что не прочтешь в учебнике по зоологии. Ну, в любом случае вам расскажут. Даже если не хотите знать, мы вам расскажем о всех животных, о их повадках. Дадим потрогать. И мы написали нескучные и такие интересные, веселые тексты. Кстати, за тексты нас всегда благодарят посетители. А я не мог пройти мимо тонкохвостого полоза. Тоже примечательный экспонат коллекции. Зовут ее Ева Браун. Эта змея ядовитых зубов не имеет и не опасна для человека. Охотится как удав и перед тем, как проглотить, душит свою добычу. На родине, в Юго-Восточной Азии, этих змей используют в роли кошки. Приносят и выпускают ее в дом для борьбы с грызунами. Длина Евы уже 2 метра 15 сантиметров. Это что-то потрясающее. И ведь действительно, ничто не заменит живого прикосновения к природе. Та коллекция, которую мы увидим сейчас, настоящее сокровище. Ведь некоторые лоты могут уйти с молотка за целое состояние. Но вряд ли у кого-то найдутся возражения на тот факт, что они бриллианты. История Тирконт-завода насчитывает более 120 лет. За эти годы были фееричные подъемы и тяжелые падения. Сейчас новый пик популярности этого уникального завода. 70-е и 80-е годы прошлого века уже были пиком популярности. Стоимость арабских лошадей тогда достигла рекорда. Сумма, выложенная за Минесса и Пейлинга, в несколько миллионов долларов перебить трудно. Но это не значит, что к этим суммам не стремятся. По документам, каждая лошадь обязана иметь свою стоимость. Но существует бесценный генофонд, который просто невозможно продать. Кстати, паспорт породистой лошади – это что-то очень интересное. Это в человеческом имя, пол, адрес. А тут… Это паспорта международные. То есть, помимо того, что это красная книжка, вся информация в ней на двух языках. Начинается она с того, что там указывается кличка лошади, описывается ее номер товра, обязательно описываются родители, дата, когда была кобыла случина, когда же ребенок родился, где он родился, кто владелец. То есть, полностью вся информация. Следующая же страница – это такое описание лошади. Одна страница занимает место под графическое описание. То есть, нарисована лошадка. Сначала ее голова и ноги со всех сторон. То есть, вид спереди, справа, слева и сзади. И когда же ребенок рождается, вот такой вот у нас маленький, в возрасте 3-5 дней, зоотехники делают описание. Описывается все, что есть на лошади. Это куда пошла, моя хорошая. Это отметины, это завитки, это какие-то особые отметки, седина. Ну, я не знаю, даже если у лошади есть какое-то темное, светлое пятнышко где-то на губе, оно маленькое, все равно оно описывается. Потом следующее, следующее идет описание того, что зарисовано, только уже в словесном, ну, словесное описание всего того. И это очень интересные бывают, допустим, вот маленькая у нас девочка, которая родилась, у нее завиток, звезда, переходящая в проточину, заканчивающаяся между ноздрей тельным пятном. На нижней губе завиток, там, или темное пятно. И описываются все ноги. Все очень подробно. Но и это еще не вся информация. Обязательно зарисовывается тавро лошади. Мы лошадей всех своих таврим. Жеребят мы таврим в возрасте 6 месяцев под матерью. Вот, после чего еще у жеребят берется грива, отправляется в институт коневодства, где делается ДНК-экспертиза, что действительно ли соответствует эта лошадь своим родителям. Ставится печать и отметка. И родословная лошадь до шестого колена. Подделать его, как вы понимаете, невозможно. Как, впрочем, испутать арабского скакуна с другими породами? Существует три золотые А. Английская чистокровная, ахалтыкинская и арабская. Это единственные три чистокровные породы в мире. Тирконзавод занимается исключительно разведением арабов. Арабские лошади очень популярны и ценны по многим причинам. Они добрые и считаются самыми смышленными. Это одна из древнейших пород, и у них самые гармоничные пропорции. У красавца-араб абсолютно правильное золотое сечение. И только они могут так держать хвост, который называют султан. Каждый вторник, среду и пятницу для простых туристов и просто любителей этих прекрасных животных проходят выводки, на которых рассказывают историю тирконзавода и питомцев. Кстати, выводят ахалтыкинцев и английских чистокровных для того, чтобы все зрители поняли разницу. На выходных, если собирается много людей, коллектив завода никогда не отказывает в проведении внеочередного показательного выступления. Кормят их жмыхом, овсом, сеном. Жрецам-производителям достается сухое молоко и яйца. Но если вы приехали в гости, имейте в виду, что от яблочек, сахара или морковки они не откажутся никогда. Рацион у всех очень разный. Сухое молоко и яйца необходимы как раз жрецам-производителям. Мамочкам предусмотрен рацион для того, чтобы выделялось много питательных веществ для растущего организма жребят. А вот в тренерской совсем другое меню. Лошади для скачек в первую очередь должны быть энергичными. Для тренерских же лошадей, безусловно, там дается, помимо всего обычного состава, мы даем патоку, мы даем мед, мы даем специальные подкормки для того, чтобы они были всегда в хорошей физической форме, потому что у них предстоит очень тяжелый скаковой период впереди. В результате многолетней селекционной работы лошади тщательно отобраны по происхождению, экстерьеру и рабочим качествам. В Деннике, где обитают жребцы-производители, каждый с гордостью может называться легендой. Кстати, их парой забавные клички – необходимая мера. Кличка должна начинаться с первой буквы имени матери, содержать букву имени отца и никогда не повторяться. Нонюс, Наш, Мадьяр, Бандерас, Турин, Нью Маркет – всего их 25. Все из них обладатели не только исключительно и родословной, но и множество золотых медалей за скаковую карьеру. А это Сердар – еще одна звезда. Хотя он не самый дорогой, не самый красивый, зато принадлежит Владимиру Владимировичу Путину. Сейчас на Терконзаводе как раз сезон пополнения. Но стоит помнить, что какими бы красивыми не были эти малыши, как бы хорошо их не тренировали и как многого бы они не достигли, одним из важнейших их качеств является препатентность – способность племенных животных стойко передавать свои качества потомству. Среди кобыл одна из самых знаменитых – находкам. Вон там монотонно жующая сено лошадка – именно она. И на первый взгляд совсем не подумаешь, что она мама очень многих знаменитых скакунов. Ну вот она еще одна прекрасная альтернатива компьютерным играм для детей и дорогостоящим походам к психологу для взрослых. Нам сегодня разрешили немного заглянуть за кулисы, ну а центральные ворота широко открыты всегда и для всех. Мало кто может похвастаться коллекцией имен, особенно если обладатель каждого не просто ценный экземпляр, а шедевр в своем роде. А экспозиция «Имен, связующая нить» – только начало уникального собрания Театра-музея «Благодать». Театр «Благодать» – это гавань не только для души, но и для ума. Каждая пьеса – это маленький экскурс в историю, история города, страны и великих людей. Это четыре музейных зала, где каждая вещь хранит память своих знаменитых владельцев. Это новаторская идея Театра русской эмиграции и одновременно последование и возрождение классического домашнего театра. Переходит из-за суста история этого дома, история учителя Агафонова, который этот дом построил как гостевой дом. Ну, нельзя сказать, что это поверье. Такие гостевые дома были очень популярны во времена Серебряного века города Кисловодска. Самый большой коллекционер – это, конечно, наш руководитель, ну, можно сказать, душа нашего театра Валентина Петровна, потому что именно она занимается репертуарной политикой. Она очень любит говорить фразу «все в этой жизни богом промыслительно». Да, действительно. Нельзя сказать, что какое-либо имя случайно озвучено в нашем доме. Нет, все это действительно по какой-то нити, по вверению судьбы, не знаю. Лейла Голицына – актриса, которая блистала в роли Анны Марли на французских подмостках. Она не только внешне похожа на прототип своей героини, но и жизнь ее была полна запутанных любовных перипетий. Она не декламировала в детстве стихи, стоя на стульчике, но 16 лет назад театр ворвался и тесно сплелся с ее собственной судьбой. Насколько тесно, мне, наверное, тяжело это передать. Ну, более чем. Ну, вот если можно сказать, что замужем за благодатью, наверное, про меня. Мое имя. Очень интересно было имя, кстати, имя моей дочки, Лала, тоже не просто так. Когда она родилась, мы ставили спектакль о Сергеи Есенине и персидские мотивы. Как сказать мне для прекрасной Лалы? Единодушно было принято, что имя ребенка, конечно, будет Лала. Если в России задать вопрос, кто такая Анна Марли, чаще всего мы можем увидеть пожимание плечами. А если тот же вопрос задать во Франции, то ответ будет совершенно другой. Это муза французского сопротивления. Ей аплодировал сам генерал Деголь, женщина-барт, чья песнь «Партизан» играет следующей после Марсельезы. Она не дожила всего 10 дней до своего возвращения в Россию, которого ждала всю свою жизнь. И именно Валентина Имтосиме, директор театра и коллектив, сделали так, чтобы русских, пожимающих плечами при имени этой великой соотечественницы, было меньше. Анна Марли – одна из Анн, с которыми тесно связана благодатная судьба. Первая Анна, с которой нам посчастливилось соединить свои судьбы, это Анна Долгорукая. Во время реставрационных работ, которые проводились в нашем доме, был найден винный погреб. И первая бутылка вина, вынесенная оттуда, это было церковное вино от Анны Долгорукой. И эта бутылка до сих пор у нас сохранилась. Мы чтим эту память. Анна, первая – это Анна Долгорукая. Зал адмирала Колчака появился в Музее благодати не случайно. Сам Александр Васильевич, конечно, в Кисловодске не был, но он был женат на Ани Васильне Тимиревой, дочери Василия Ильича Сафонова, одного из сподвижников культурной жизни Кисловодска, благодаря которому здесь появилась филармония. Не только имя третьей Анны сподвигло на зал, посвященный Колчаку. Стоит заметить, что ни во время восьмилетней ссылки за связь с адмиралом, ни после она так и не отказалась от любви и пронесла свои чувства без малого 40 лет. Еще задолго до выхода знаменитого фильма «И раскручивание имени Колчака» с 98-го года прошлого века посетители музея могли узнать о знаменитых подвигах этого великого человека. Игорь Иванович Сикорский – российский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, философ. Создатель первых в мире – четырехмоторного самолета «Русский Витязь», пассажирского самолета «Илья Мурамец», трансатлантического гидроплана серийного вертолета одновинтовой схемы. Несмотря на свою гениальность, в 1918 году его чуть не постигла участь десятков тысяч соотечественников, но благодаря преданному другу у него появилась возможность тайной эмиграции. Так Россия потеряла еще одного великого ученого, зато США приобрела одну из крупнейших авиа- и вертолетостроительных корпораций «Эркрафт». На первый взгляд, это еще одно имя, которое было забытое, которым напомнила благодать. Но если копнуть глубже, то все-таки оно переплетается с судьбой Кисловодска, вернее, имя его сына. Его крестный отец Сергей Рахманинов. Для всей труппы театра это не работа, это жизнь, которой они живут изо дня в день, играючи, с удовольствием проживая свою жизнь и жизнь своих героев. Встреча со счастливой судьбой сопровождает театр благодать на каждом шагу, и ничего не происходит здесь случайно. Ну вот мы нашли место, где можно почувствовать себя в аристократическом Кисловодске 19 века. Предлагаем присоединиться и вам, и на этом прощаемся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok